Привет, друзья! На связи канал «За нами уже выехали» и очередной дайджест главных событий последних дней как в Казахстане, так и не только в Казахстане, как и поняли по заголовку. Да, очень хочется поговорить немного о Беларуси, которая снова, как и в прошлом летом, вернулась на главные полосы мировых СМИ. Уничтожение крупнейшего СМИ в стране, запрет фактически на журналистику в целом, ну и да, вот посадка с участием военной авиации и гражданского самолета, на борту которого был бывший редактор телеграм-канала «Нехт» Роман Протасевич. Официально по версии белорусских властей этот такт с посадкой самолета был сделан из соображения безопасности, мол, было получено письмо от имени движения «Хамас» о том, что на борту этого самолета заложена бомба. Это как бы совсем не смешная ситуация, но даже в «Хамас», и тут помним, да, что я не лезу являются, они там террористами не являются, но как минимум ребята довольно радикальные и горячие, вот только пару дней, как закончили перестреливаться ракетами с Израилем. И вот эти ребята говорят так, мы, конечно, много кому не нравимся, у нас вот регулярно войны, но даже для нас это перебор. Не дословно, но примерно так, они официально осудили попытку Беларуси притянуть их к истории с Протасевичем. Еще в дайджесте снова будет про нашу могучую системную оппозицию, тут очередное предложение появилось установить памятник Назарбаеву, в этот раз в Туркестане, и вот тебе на, в сетях появилось фото лидера партии Акжола Зата Перуашева рядом с этим памятником. Как бы ничего здесь прям удивительного, конечно, нет. Просто забавно, но еще помните, недавно мы делали выпуск с акцентом на призыв об отмене утилизационного сбора. Там инициативная группа создала петицию, которая набрала много тысяч голосов, а сейчас с петициями сайт вдруг схлопнулся. Причем это не простой сайт, как раньше, типа Change.org, который тупо блокировался в Казахстане. С инициативой создания такого сайта выступал сам Тукаев. Про Минздрав и чудеса, что происходит в этой организации, вам уже не очень интересно, поэтому здесь будет максимально коротко. Поехали. Ребят, многие, наверное, видели выпуск Дудя не про Ирину Кайратову, но это точно видели, а про Кремниевую долину. Да, согласен, что там все довольно прилизно и однобоко, но свою главную задачу фильм выполняет. Он вдохновляет людей и расширяет границы сознания, в том числе и географические. Причем работа в IT-сфере для этого самая подходящая. Во-первых, она всегда востребована как в Казахстане, так и в ближайшем зарубежье и даже в той же Америке. Даже у нас хороший специалист может претендовать на зарплату выше в 2-3 раза средней по стране, а в США можно получать от 5000 долларов и выше. Во-вторых, есть выбор. Можно оставаться жить в Казахстане и работать на удаленке, а можно прям физически переехать в Штат или любую другую страну мира. В-третьих, IT-сфера, наверное, одна из немногих, которую не притормозил коронавирус, а может и бустанул. Наши друзья из Академии Able как раз в этом направлении и развиваются. Многие преподаватели успели поработать за рубежом и теперь делятся не только знаниями, но и опытом. И вот сейчас у них как раз планируется онлайн-встреч, на которой они расскажут, как стать программистом и начать зарабатывать хорошие деньги. Встречу проведут с основателем Академии Аблай Сармантай и специалист по Data Science Азамат Хасенов. Последний, кстати, сейчас работает в Huawei. На вебинаре вам расскажут, что такое Data Science и программирование, насколько это актуально для Казахстана, с чего начать изучение и сколько времени это займет. Также по итогам вебинара вы сможете написать свой первый код на языке Python. Встреча придет 29 мая в 15.00 по времени Астаны. Чтобы поучаствовать, нужно оставить заявку на сайте. Кстати, в подарок можно получить авторский гайд от старшего программиста из Facebook. Все ссылки в описании под этим видео. Давайте про Беларусь сначала. И традиционное пояснение для тех, кто любит писать, типа у нас своих проблем хватает, нахрен нам нужны новости из Беларуси, России, Кыргызстана и так далее. Поэтому поясню. Мы с Беларусью находимся как минимум в двух важных союзах. ВОДКБ это организация договора коллективной безопасности. Ну и просто мы же очень похожи, как минимум с точки зрения государственного управления. Знаете, вот на фоне недавнего случая с обыском авто от сатирического паблика и угрозой ему тюремного срока, волей-неволей начинаешь подбирать слова. Скажем так, некоторые эксперты называют режимы в Казахстане и в Беларуси автократичными. Вот в этом мы очень даже похожи. Так вот для тех, кто как бы совсем не слил за беларуской повесткой, что там происходит. Но после скандальных выборов президента прошлого года там было довольно жарко. Регулярный массовый протест с участием десятков, а то и сотен тысяч людей на улицах. Вот массовое задержание. Отъезд со стороны некоторых видных лидеров или символов протеста и задержание тех, кто не успел уехать. Потом с наступлением холодов протесты поутихли и появилось мнение, что батька удержался. Санкции, а чаще всего просто угроза санкциями со стороны ряда европейских стран, ему особо настроение не подпортили. И на этом фоне он сблизился с Россией. Это перед выборами он был и вашим, и нашим. Например, он говорил, что Россия променяла братские отношения на партнерские. Но сейчас ничего подобного уже не услышать. Ладно, протесты успокоились, но не успокоился Александр Григорьевич. Недавно усилилось давление на СМИ. Ну, как усилилось, вот сейчас журналистика в Беларуси фактически под запретом. Есть в Беларуси такое информационное агентство, называется оно Тутбай. Кстати, кто не знает, этот ресурс имел прямое отношение к созданию когда-то у нас портала Нурки.езет. Какие там сейчас отношения неизвестны, но факт такой вот был. Так вот, этот сайт Тутбай работал вполне созаконно и легально на территории самой Беларуси. Освещал события в стране, имел некоторую наглость освещать протесты и в целом позволял себе критику в адрес режима. 18 мая в квартирах сотрудников Тутбай начались обыски. Целый ряд сотрудников задержаны, в том числе и главный редактор Мария Золотова. Портал сейчас заблокирован на территории Беларуси. Во-первых, его обвиняют в уклонении от платы налогов. А во-вторых, в освещении деятельности фонда Байсел. Это фонд, который собирал деньги пострадавшим на протестах, тех, кого уволили по политическим мотивам и так далее. Против основателя этого фонда и ранее возбудили дело о финансировании экстремизма. Это что касается Тутбай. Вот через несколько дней после этого Лукашенко подписал закон о запрете на трансляцию в прямом эфире массовых мероприятий, если они не согласованы с властями. И да, теперь в Беларуси отменен уведомительный порядок протеста. С ним и раньше были проблемы, но теперь как бы все официально. Собираться на улицах можно только с разрешения властей. Что-то напоминает, правда, право на мирное собрание есть. И даже уведомительный характер вроде как есть. Но если там что-то в власти не сходится, но не могут они обеспечить в этот день, в отведенном законном месте соблюдения безопасности, то, извините, никаких акций. Вот. И здесь Лукашенко как бы пошел даже дальше нас, теперь никакого уведомительного характера. Если, грубо говоря, никаких митингов недовольных и никаких трансляций. А будете нарушать, я вам еще один закон ранее подписал. Теперь силовики в Беларуси имеют право принять оружие и спецсредства с учетом складывающейся обстановки. Им разрешили применять боевую спецтехнику для пресечения массовых беспорядков. И также прописали, что теперь сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если их применяли в соответствии с законом. А закон, как вы только что слышали, позволяет применять оружие с учетом складывающейся обстановки. Нет справедливости, ради там написано, что прежде чем стрелять, силовики должны четко предупреждать. Мол, стой, стреляю. Но и там есть исключения. Можно стрелять, если промедление создает опасность для жизни правоохранителя или иных граждан. А кто будет в этих нюансах разбираться? Вот покажется силовику, что им окружает опасность от буйных белорусов, от тех самых, которые в прошлом году обувь перед скамейками снимали и будет палить? Ему можно, ответственности теперь нет. Вот максимум скажут, что промедление создавало для него опасность. Докажите обратное. Вы снимали это на камеру? Забыли, что это запрещено? Я уверен, что в комментах появятся люди, которые обязательно расскажут о геополитических угрозах и сужении кольца врагов вокруг стран бывшего Советского Союза. И вот эти вот последовательные действия по превенции новых массовых протестов в Беларуси, они оправдают. Но вопрос для них, а правда ли именно так ведет себя уверенный в себе политик, который поддерживает 80% населения страны? А именно столько в прошлом году официально он набрал на выборах. Ну и да, кульминацией этого безумия стала ситуация с основателем и бывшим редактором самого популярного в Беларуси телеграм-канала Нехта Романа Протасевича. Наверняка вы в курсе этой истории. Вот журналист вместе со своей девушкой летел из Афин в Вильнюс. Еще до вылета он вставлял сообщение о том, что некий товарищ его пасет, пытается сфоткать его документы. Короче, было у него опасение, что на хвосте у него сотрудники белорусского КГБ. Уже в воздухе, но на территории Беларуси с бортом связались наземные службы из самой Беларуси и сообщили о некой террористической угрозе. Изначально говорилось, что, мол, было сообщение от Хамаса, заложенной бомбе, а вот сегодня Лукашенко сказал, что письмо было из Швейцарии. Не суть. Вот в воздух был поднят военный самолет. Короче, не долетел до Вильнюса. Это гражданский самолет с Протасевичем, его посадили в Минске и журналистов вместе с девушкой задержали. Короче, это дайджест. Вот не очень получается, но должно быть коротко. В общем, официальная позиция такая. Была угроза, мы приняли ее на себя. Решили посадить самолет в Минске, дабы эту угрозу локализовать. Мы спасли Европу. И с Протасевичем это никак не связано. Бомбы, конечно, не нашли. Протасевич сейчас в тюрьме. Уже записал оттуда видео, мол, сотрудничает с властями и дает признательные показания. Его отец после этого видео сказал, что сына, скорее всего, избили и, возможно, сломали нос, ну и так далее. Позволю себе субъективную оценку всей этой цепочки событий. Хоть Лукашенко и говорит о нарастающей угрозе извне, но как будто бы все вот эти его майские шаги направлены исключительно на тех, кто находится внутри. Выглядит это как запугивание. Мол, будете рыпаться, будем стрелять. Думаете, сбежите? Нет, мы вас достанем где угодно. И поэтому возвращаясь к заголовку этого видео. Вы знаете, вот после принятия закона о лидере нации, после переименования Астаны и еще ряда событий, казалось, что в нашей тройке, Беларусь, Казахстан, Россия, мы как будто бы уверенно лидируем на светлом пути сближения с Туркменистаном и Северной Кореей. Но вот прямо сейчас ощущение, что Беларусь меньше чем за год в этом направлении сделала мощный спринтерский рывок и теперь с нами как будто бы идет на равных, а где-то даже опережает. Как минимум над нами самолеты летать сейчас, ну, пока не боятся. Несколько раз в наших выпусках там про сертификат безопасности, например, которые объясняли в том числе необходимостью иметь равный с западными спецслужбами доступ к трафику казахстанцев, мы озвучили мнение о том, что мы в СНГ сейчас живем в новом витке холодной войны. И Лукашенко сегодня в своем выступлении по поводу событий с этим самолетом Протесевича этот тезис подтвердил. Цитата. Мы оказались на передовой новой, не холодной, а уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Конец цитаты. Занавес. От грустного к немного веселому. И, кстати, да, у Лукашенко вроде как пока в Беларуси памятников нет, а в Казахстане монумент Назарбаеву есть и не один, и, скорее всего, скоро появится еще. Пока в мере таких предложений становится все больше. Помните, недавно Байбек в интервью тренер Бигену заявлял, что такое предложение было в его бытности реки Малматы от некой группы людей. Вот красивый был эскиз, но почему-то пока не поставили. Теперь вот с подобным предложением, но уже относительно Туркестана, высказался заместитель генерального секретаря международной организации тюркской культуры Билаль Чикаджи. По ее словам, монумент должен быть возведен за заслуги первого президента Казахстана в укреплении и развитии единства тюркских народов. И так совпало, что примерно в то же время по сетям пошла гулять вот эта фотка, на которой вы могли видеть лидера партии Акжола Зата Перуашева. Он, кстати, сказал, что с установкой или с неустановкой памятника Назарбаева в Туркестане эта фотка вообще как бы не связана. Она была сделана в прошлом году, мол, известный скульптор его приглашал в гости и предложил сфоткаться с некоторыми работами. Я как бы ничего не хочу сказать, кто такой Перуашев, вы и сами прекрасно знаете, поэтому еще раз его обвинять в том, что он не выдерживает пусть и системную, но все-таки оппозиционную линию, наверное, все-таки не имеет смысла. Помните, как КВН как-то было? Вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером? Помните, у нас был выпуск про утилизационный сбор, тот самый, из-за которого во многом сейчас Казахстанский автопарк быстрыми темпами стареет. Там рассказывали о том, что можно вообще-то еще и подписать петицию за отмену этого самого утилизбора. И ведь не просто так рассказывали. Да, раньше отношение к петициям было такое. Вот кто-то там что-то подписывает, но это никогда вроде как не приводило к какому-то результату. Наши власти, имущие ребят, на это не обращали внимания. В этот раз была скромная надежда, что эту петицию за отмену утилизбора просто так не проигнорируют, потому что она была создана на казахстанском ресурсе от НШКИЗ. Его создали после слов Токаева от стата. Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решения на местах, становятся известными всей стране. Но надо создать единый легитимный институт онлайн-петиции для инициирования гражданами реформ и предложений. Правительству при взаимодействии с гражданским обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и решить все технические вопросы, касающиеся этого важного проекта. Конец цитаты. Вот, и собственно на сайте от НШКИЗ в момент публикации того ролика петиция за отмену утилизбора была на первом месте. Ее подписали тогда больше 30 тысяч человек. Но вот уже несколько дней, если вы заходите на этот сайт, то видите вот такую картинку. Что-то поломалось, создатели портала не исключают, что сайт дедосят, но каких-то пруфов пока не предоставили. Удивляет ли вас что-то? Ну, у нас как-то не очень. Но на самом деле не хотелось бы, чтобы и эта здравая инициатива от Токаева заглохла, так и не начав работать, как это с его инициативами иногда случается. Вообще были мысли в этом дайджесте поговорить еще про один сервис, который тоже периодически барахлит в Казахстане. Это предложение Ошибка, через которое можно сейчас много куда попасть, если у вас нужный статус. Там такие интриги, скандалы, расследования, предложение уже передали государству, а до этого, когда Ошиб ломался, предлагали воспользоваться альтернативой от Айту. Кто забыл старые разборки, у Салем Сошел Медзи и у этого приложения одни владельцы. И как бы с Ошибом можно мириться, а с Айту уже не хочется. Но если честно, пока здесь сильно шуметь не хочется. Я объясню почему. Бизнесу с помощью этой хрени, которая чаще всего, если говорить честно, носит такой формат для галочки. Я сам проверял, заходил в заведение, просто показывал скрин, фотку с синим статусом. И никто, разумеется, ничего не проверял. Ну так вот, бизнесу дают работать, и люди зарабатывают деньги на жизнь хоть как-то. Поэтому вот хрен с вами, но возможно поговорим еще в будущем. Теперь про Минздрав. Я знаю, что вы ничего уже не хотите давно слышать про эту организацию, вообще ничего, что связано с ковид. Но пока еще мы живем в этом пандемийном режиме, поэтому обращать внимание, ну, приходится. На последнем заседании правительства ЦОЯ озвучил три сценария на ближайшие месяцы. Если не ошибаюсь, это уже третий три сценария от ЦОЯ. И да, мне уже лень копать. Вот первые три сценария точно пошли по одному месту, а что со вторыми даже неинтересно. В этот раз гуру прогнозов от нашей медицины считают, что летом и осенью ситуация будет по короне развиваться так. Первый сценарий пессимистичный. Если эффективность вакцинации составит менее 60%, то новых зараженных в июне-сентябре будет около 95 тысяч человек. Второй реалистичный. Это эффективность вакцинации не менее 80% и 69 тысяч случаев за этот период. Третий оптимистичный. Эффективность вакцинации не менее 95%, а число зараженных только 61 тысяча. И по этим сценариям у меня тоже есть вопросы. Вот что такое эффективность вакцинации? Доля привитых граждан? Ну, тогда цифры в 60, 80 и 95% к сентябрю это, ну, совсем сказочная цифра. Если что, мы только недавно перевалились за 10% вакцинированных, и это за 4 месяца. Тут ситуация вообще со всех сторон провальная, дошло до абсурда, когда люди, получившие первый компонент вакцины, не могут получить второй, потому что его просто нет в наличии. Если же говорить о количестве новых случаев, то тут все три сценария лично мне видятся, ну, такими оптимистичными. Возьмем цифру 95 тысяч зараженных за 4 месяца. Это получается уже в среднем 800 новых случаев в сутки, то есть в два раза меньше, чем сейчас. Причем ЦОЙ говорит о том, что ситуация в стране уже стабилизировалась. Как бы то ни было, очень хочется, чтобы на этот раз прогнозы сбылись и коронавирус пошел на спад, но все равно, если это случится, то Минздрав тут благодарить будет, наверное, не за что. С оппозиции честнее будет оценить ситуацию так, мы ничего не трогали, оно как-то само. Все у меня на сегодня, по традиции, лайк, дизлайк, комментарий, это помогает нашему каналу, помогает видео продвигаться дальше. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok